Это черная жижа заходит в огород. Жалко, весь его окружает. Ладно, если бы дети ничем не потравились, посмотрите, с чем и что они делают с нашей почвой. Это видео в редакцию нашей программы отправил житель поселка Жалпак-Тубе Жамбылской области. Автор ролика жалуются не только на затопление неизвестной жидкостью, но и на зловоние. Теперь, говорят сельчане, у них ухудшилось качество воды. Люди во всем винят завод по глубокой переработке зерна. Так ли это на самом деле? Подробнее расскажут мои коллеги. Этим летом Азрит Мусаев все свое свободное время проводил в огороде, ухаживая за саженцами. Но буквально несколько дней назад зловонная жидкость затопила придомовую территорию. В результате весь урожай погиб. Мы боимся за свое здоровье, за здоровье жителей своей улицы. Есть подозрение, что эти стоки проникли в наши колодцы, в наши скважины. Запах от нее невозможный. Не то, что пить, и даже бытовом хозяйстве нельзя пользоваться. Заметно ухудшилось и качество питьевой воды. Ранее на протяжении 25 лет источником воды служили две скважины. Но в них попали производственные отходы. Несколько дней назад жители пытались пробурить третью скважину. В своих бедах местные жители винят завод по глубокой переработке зерна, который в этом году возобновил свою деятельность. До этого предприятие простаивало 8 лет. Наша съемочная группа отправилась на производство. Нам удалось встретиться с генеральным директором. Стали запускать завод, и устаревшие трубы, там была небольшая утечка. Сбежала барда, отход. Именно только паточная. Но это чисто удобрение, оно особого вреда не принесет. Плюс ко всему люди жалуются якобы запах. Запах немножко есть, его не будет. Потому что все высушим, вычистим. Буквально недельный срок. Но вот только сельчане заверением султана Махмадова не верят. Жители уже бьют тревогу и обращаются во все инстанции. На место подтопленных участков прибыли сотрудники Департамента охраны общественного здоровья Шамбылской области. Сельчане просили их исследовать качество воды. Но проводить анализ они отказались. Согласно кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения Республики Казахстан, под пункт 5 ст. 62, физические лица должны самостоятельно, то есть обратившись в любую аккредитованную лабораторию, которая занимается анализами воды, заключить с ними договор, пригласить их. Они сделают отбор воды, произведут анализы. И уже по результатам качества воды мы будем делать выводы и принимать какие-либо меры. Сотрудники санэпидемстанции готовы исследовать качество воды. Только на платных условиях. Жители согласились и на это. Теперь с опасением ждут результаты анализов.